Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире приближается к 435 миллионам, свидетельствуют данные американского университета Джонса и Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 миллионов 944 тысячи 20 человек. Число стран с более чем 20 миллионов случаев заражения по-прежнему входит США, Индия и Бразилия. Число госпитализаций с диагнозом COVID-19 в России за сутки составило 7742 человека. Это меньше по сравнению с предшествующими сутками на 46%. Ранний директор НИЦ Гамалея Александр Гинцбург подчеркнул, что опасность от коронавируса сохраняется, поэтому необходимо продолжать прививаться. По его словам, заболеваемость снижается из-за того, что значительная часть пациентов стала переносить коронавирус на ногах. Кроме того, нужно учитывать, что уже многие вакцинированы. Ученый отметил, что в основном заболевают люди из группы риска, а смертность растет среди тех, кто вообще не прививался. При этом омикронштамм опасен, как и все предыдущие варианты коронавирусной инфекции. В рамках работы по борьбе с коронавирусом объединенная команда специалистов из Германии и Великобритании создала упрощенную версию патогена COVID-19, намереваясь таким образом изучить его способности мутировать. В ходе исследований его авторы анализировали корону спайк белков. Последние, как ученые выяснили ранее, и помогают патогену проникнуть в организм. За счет шипов удается взломать клетку с последующим проникновением. Одновременно с этим они выступают мишенью для антител, уничтожающих вирус. Однако COVID-19 нашел способ справиться с этим неудобством. Специалисты наблюдали, как шип подвергается атаке со стороны иммунных молекул жирных кислот, демонстрируя сопротивление. Оказалось, что спайк белок группируется и прячет шипы. Хотя в таком виде проникать в здоровые клетки сложнее, заметность для антител тоже снизилась. За счет этого захватчику удавалось дольше скрываться от антител и избегать мощного ответа со стороны организма.